Здравствуйте. В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Тема дня». В студии я, ее ведущий, Александр Гурарье. И на связи с нашей студией из Соединенных Штатов журналист, политолог Руиса и Радио Нью-Йорк Кирилл Задов. Кирилл, добрый вечер. Приветствую. Ну, у вас-то доброе утро, так что... Да, у нас полдень почти. Доброго времени суток. Я очень не люблю эту фразу, но в данном случае по-другому не скажешь. Кирилл, мы ровно неделю не виделись, не слышались. За эту неделю произошло целый ряд событий. Я бы хотел обсудить некоторые из них. Ну, в частности, понятно, что все крутится вокруг войны в Украине. И вот ваш президент Джо Байден заявил, что США дадут Украине ракетные комплексы в большей дальности, чем СМЕРЧ, российский СМЕРЧ. Байден говорит, что не добивается свержения Путина, и при этом все время подчеркивается, что дальность вот этих систем залпового огня, которые будут предоставляться Украине, будут ограничены. То есть специально не будут поставляться снаряды больше радиуса действий для того, чтобы Украина не смогла обстреливать российские города. Что происходит? Почему Байден придерживается именно такой позиции? С одной стороны, он как бы заявляет о всемирной поддержке Украины, а с другой стороны, заявляет, что он не хочет перерастания конфликта, чтобы он перешел на российскую территорию, и не хочет свержения Путина. А что он хочет вообще? Ну, во-первых, он хочет нескольких вещей. Он хочет наверняка, чтобы давление, которое стороны Конгресса на него оказывается, надо его держать. То есть нельзя прям совсем говорить «нет». С этой стороны, как бы тут разделение власти работает, Конгресс-то хочет уже значения американской позиции. Мы знаем, что Конгресс, он единогласно принимает только одну вещь сегодня, последние несколько лет, он только заодно голосует единым фронтом. Это за очередной раунд антироссийских санкций, тем более, когда идет война, то, само собой, Конгресс фактически единодушно выступает в поддержку Украины, и давит на администрацию, чтобы она делала больше для поддержки Украины. Учитывая, что ответственность Конгресс никакой не несет, пока они так думают, по крайней мере, до выборов ноября, они думают, что они в безопасности, но в ноябре это все может поменяться. Теперь сам Байден понимает прекрасно, все-таки он глава, он их главнокомандующий. Он понимает, и военные ему об этом говорят, что есть определенный уровень поддержки, который Россия может начать восприниматься, как непосредственное участие Америки в этом конфликте. А непосредственное участие Америки в этом конфликте, оно чревато американо-российским военным столкновением, что недопустимо, потому что самоубийственно. Поэтому он пытается ограничить всяческую возможность того, риск минимизировать, при котором этот конфликт перерастет границы, в которых он сейчас. То есть он хочет продолжать таскать каштаны из огня руками украинцев? Совершенно верно. Даже, может быть, он уже не очень хочет, потому что мы же видим, что экономические последствия этой войны распространяются на разные уголки земного шара и продовольственные кризисы, энергокризис. И когда нефть, допустим, дорожает где-то в Европе, то независимо от этого, так как рынок, который все равно, он в принципе глобальный, то, естественно, она будет подниматься в цене и на Нью-Йоркской бирже тоже. Соответственно, так или иначе, это будет опосредованно влиять на цену на бензин и так далее, и так далее. На сильную инфляцию. Это все фактор. Война – это фактор. А инфляция, его задача сейчас с этой инфляцией бороться любыми способами. Он пытается. У него вчера прошла серьезная встреча с главой Федерального резерва Джеромом Пауэллом. Они там серьезные вещи обсуждали. Присутствие министра финансов Джернет Йеллен, которая до этого сама была главой Федерального резерва. Тоже очень большой срок. И обсуждались вопросы, как бы сделать так, чтобы в результате этой борьбы с инфляцией, то есть повышение учетной ставки федерального, федералов, да, кредитной ставки, чтобы при этом это не вызвало усиленную безработицу и сильный кризис, чтобы было то, что называется по-английски soft lending. Вот этот soft lending сейчас, мягкое приземление, оно сильно затруднено из-за глобальных рисков, которые есть. Нехватки полупроводников, чипов, нехватки разных других комплектующих по причине пандемической и постпандемической изначально и, естественно, из-за войны. То есть изначально в мире серьезная инфляция везде, поэтому очень сложно прогнозировать что-то в рамках одной страны, которая соединена с мировой экономикой и очень активна, и более того, является этой мировой экономикой одним из главных столпов. Поэтому тут борется реализм, понимание того, что рано или поздно все равно придется договариваться. С другой стороны, и нежелание вступить в прямое военное столкновение с давлением стороны американского конгресса. Поэтому такая непосредственность. Сначала он говорил, что он вообще эти системы запового огня не будет поставлять, которые очень далеки. Но давление усилилось, потому как лоббистские и проукраинские группы в конгрессе присутствуют, как и в Европе, так и здесь. Соответственно, ему пришлось на это пойти, но опять же, язык двойной. А свержение Путина, естественно, вслух он будет говорить, что он не добивает свержения Путина. Потому что если он объявит вслух, что он добивает свержения Путина, он приводит Америку к прямому военному противостоянию с Россией. Потому что Путин сегодня – это Россия. Для всего мира, как бы, так это выглядит. Скажи, ну а вот поставки вооружения, то есть сейчас все говорят только о системах запового огня, но ведь мы на прошлой встрече обсуждали, что запущен ленд-лиз, то есть по ленд-лизу поставки они уже начались, или это только все проекты, которые тянутся, тянутся и тянутся? Ну это долгосрочная история. Потом, еще раз, есть же разные виды вооружений. Есть вооружения, то, что тут называется оборонительное, есть вооружения, которые называются наступательное. Есть разные виды вооружений, есть разные виды финансовой помощи, которые можно оказывать. Одно дело – поставлять ракеты ограниченного действия на одну дистанцию. Другое дело, и количество тоже очень важно. Другое дело – поставлять оружие, которое, да, теоретически, с помощью этого оружия можно носить удары по российской территории. Это уж совсем другая история. Потом, надо все время понимать, что есть очень серьезная проблематика, которую мы стараемся слух не произносить, но слон-то в комнате. В истории еще ни разу, на моей памяти, ну как я пытаюсь это сейчас собрать воедино, я не помню, чтобы в истории была ситуация, чтобы ядерная держава воевала с неядерной державой на своей границе. И это прецедент, который мы сегодня наблюдаем. И совсем непонятно, как в итоге этот прецедент разрулится. Поэтому в этой ситуации, с одной стороны, эскалация удобна для Байдена, вот же, глобальные риски есть. Мы не виноваты, что так все плохо сейчас в экономике, потихонечку становится все хуже и хуже. Мы не виноваты, потому что вот есть Путин газ хайкет, называется. Да, вот Путин напал на Украину. Но сколько можно американцев кормить этим фуфлом, с одной стороны. С другой стороны, есть определенные глобальные риски, и федералы это подтверждают тоже. А вот момент перерастания этого конфликта и его эскалация в более что-то серьезное, это уже не входит в план американской администрации явно, потому что тогда в итоге получится совсем некрасиво. Вот что я пытаюсь сказать. Поэтому ленд-лиз ленд-лизом, а наступать на вооружение наступает на вооружение. Просто, понимаете, чем дольше происходит это, да, в Европе уже эти глаза звучат все отчетливее и отчетливее. Вы бросаете, ребята, в эту топку паровоза военного уголь, все дальше и дальше. Вот проблема с тем, что победить невозможно. Ну, это же невозможно в этой войне победить. Ну, с точки зрения реализма невозможно. Именно этим определяется то, что Киссингер сказал на доводском форуме. Ребят, надо договариваться сейчас. Чем дальше, тем опаснее. Риски становятся все сложнее контролировать. Эти риски, и главное, что перспективы победы все равно нету с точки зрения реализма. Ее нет. Потому как, надеется, тогда остается только что. Смена режима в Москве. Но смена режима в Москве в обозримом будущем, опять же, с точки зрения реализма, не произойдет. Да, потому что пчелы не могут быть против меда, да. Потому что смена режима может произойти только в том случае, если военный истеблишмент. Военный истеблишмент скажет, мы больше этой власти не хотим, нам тяжело, давайте ее поменяем. Но это получится, что те военные, которые всегда говорят, которые всегда рады конфликту, грубо, а это же армия, правильно? Которая рада конфликту, вдруг скажет, мы этого конфликта не хотим. Ну, это странно. Значит, армия рада конфликту. В данном случае, и очень многие об этом подчеркивают эту составляющую, что как раз российские генералы-то не очень были рады конфликту. Откуда мы это знаем? Откуда мы это знаем, Саша? Из разных источников. Я ни разу не слышал одного генерала, который бы сказал, что не доволен. Кирилл, они прекрасно жили, они прекрасно, так сказать, сытно кушали. У всех были замечательные там виллы, дачи и прочее, прочее, прочее. Все было хорошо, все всех устраивало. И тут, как назло, война, понимаешь? Саша, одну секунду. Происходит подмена понятий сейчас в нашем разговоре. Они, которые прекрасно жили и прекрасно кушали, имели виллы и дачи и заграничные счета и недвижимость в Лондоне, это не армия. Я говорю про генералитет, про высший генералитет. Нет, это не так. Российские генералы ни разу, нигде я не встречал, что имущество какого-то генерала за границей было арестовано. Там было много моментов, которые заставляли все их заграничные... Я не говорил, кстати, про имущество за границей. Я говорил про сытно жили и вкусно спали. А не имеется в виду имущество за границей. И имущество за границей им как раз было запрещено покупать. Это я с тобой согласен. Да, да, да. Я думаю, что они получают неплохой доход до сих пор. И они достаточно неплохо обеспечены. Да, но они же понимают, что за все... Кирилл, за все вот эти, так сказать, неудачи первых месяцев войны придется ответить. И многие уже отвечают. Я не могу опираться на источники третьих сторон. Я пока не вижу. Я вижу много разных источников, которые говорят, что вот такой-то был уволен, такой-то был арестован, такого-то допрашивают. Но ни один из этих источников информации у меня не вызывает никакого доверия. Я не вижу пока ни одного источника изнутри России в данном случае, которому я бы доверял и говорил, что да, вот эта ситуация на самом деле такова. Не знаю. Но такой источник не появится. Пока идет война, такого подтверждения не будет. Мы это узнаем, скорее всего, некоторое время спустя, так сказать. Но партия войны в любом случае, она же, понятно, присутствует внутри, присутствует в Кремле. Она не маленькая партия. И она, да, состоит из высшего генералитета. Это понятно, потому что эти люди, армия, ее предназначение, в принципе, воевать. Если нет, если сирийская операция была проведена, она была проведена успешно, все спокойно. Ну, в таком случае, например, в Кремле она была проведена успешно. Ребята спокойно получили свои награды, получили свои повышения, получили свои дополнительные разные бонусы. Сейчас другой этап. Да, но в любом случае армия становится главным действующим лицом. И армия всегда любит быть главным действующим лицом. Это в механизме ее существования заложено. Так мне представляется. Опять же, этот взгляд, я не военный эксперт, этот взгляд такой немного отстраненный, да, с точки зрения, как бы, ну, исторической, наверное. Это вот так происходит всегда. Всегда армия, это да, партия войны. Где мы видели армию, которая пацифистская? Не бывает такого? Ну, я осмелюсь с тобой не согласиться, но, например, даже я могу привести пример израильскую армию. То есть в Израиле в случае возникновения спорных ситуаций, я имею в виду, когда на политическом уровне принимают решение, там, начать военную операцию, не начать военную операцию, то те, кто пытаются удержать всегда правительство от необдуманных шагов, это является армия. То есть начальник генерального штаба, генеральный штаб, они всегда начинают им говорить, что нет, подавайте, попробуйте вот это, попробуйте вот это, и армия всегда выступает, на первых порах выступает против. Если уже у нее нет выбора и отдается приказ, тогда армия этот приказ реализует. Хорошо, давай оставим эту тему. Израиль особая ситуация. Нет, я подозреваю, что в Соединенных Штатах то же самое. Ошибаюсь? Вопрос где, когда? Да, но тут в Соединенных Штатах есть большой ВПК, военно-промышленный комплекс, который кормится от войны, очень много разных структур наедаются от огромных бюджетов оборонных, которые у нас были в прошлом году, 750 миллиардов долларов в год, поэтому тут тоже свое интересное. А сейчас он будет больше, этот бюджет? Спасибо войне в Украине, да? Я думаю, триллион, да. Ну, я уже как бы высказывал в этой студии, что я подозреваю, что у многих крупных владельцев и руководителей военно-промышленных предприятий и высшего генералитета НАТО где-то там в красном углу за шторкой висит портрет Путина, и они тихонечко на него молятся, потому что то, что он сделал для развития НАТО, для сплочения НАТО и для повышения прибыли военно-промышленного комплекса, никто не сделал там за последние лет 50. Абсолютно верно, он их сейчас герой, особенно у Столтенберга. Следующий вопрос. Вчера, если не ошибаюсь, эксперты МГТ объявили о том, что Иран подошел, так сказать, к критической черте, и у него уже есть все необходимые компоненты для создания атомной бомбы, и она может быть создана, ну, буквально там вот в ближайшее время. Они там, насколько я помню, точных дат не называли, но речь идет буквально уже там о неделях-месяцах. Как на это реагирует в Соединенных Штатах, и что будет делать с Липпи Джо в данной ситуации? Тут абсолютная пока тишина. То есть Джо по-прежнему спит? Мы не знаем, что происходит в Вене. Вообще. То есть нет никакой информации о том, на каком этапе находится... Ну, я буквально два дня назад говорил с нашим специалистом, с иронистом, доктором Владимиром Мисомедом, он говорит, что в Вене не происходит ничего. Там все сейчас затихло настолько, есть какие-то там скрытые контакты, но в целом переговоры как бы заморожены. Единственное, что тут еще ведь сыграло, наверное, роль то, что Байден сказал, что мы... Сначала он сказал, что корпус стражей никогда не будет снят с листа террористической организации. Потом Байден сказал, что мы, может быть, снимем корпус стражей, но оставим на листе Алькутс, спецспецназ, подразделение Алькутс. И это, может быть, тоже повлияло, потому как понятно, что для корпуса стражей все очень важно, корпус стражей это государство в государстве. И, опять же, снятие санкций, тут же идет же саботаж с иранской стороны, понятно, потому что Иран же не монолитен, не однороден. И понятно, что, допустим, снятие санкций с Ирана нефтяных лишит денег, потому что сегодня все деньги теневые, которые приходят в Иран, от продажи нефти идут, как я понимаю, через корпус стражей. Своим теневым схемом он нефть продает. А если, допустим, срана санкции снимут, то эти 3,5 миллиона баррелей пройдут по каналам официально нормально. Ну, конечно. И все, значит, тогда они будут сидеть уже не на раздаче, а они будут сидеть на приеме немножко. И это совсем другое количество денег будет сифониться, если так можно сказать, переводя этот американизм. Будет часть этих денег им сифониться какая-то капля от того, что они имеют сегодня. И это совсем другая история. Поэтому очень много сил, а, в американском конгрессе против, все республиканцы и много демократов против сделки, б, а, внутри Ирана самого, чем правее, чем реакционнее группа, чем она более жесткая, тем она более против. И, опять же, некоторые аргументы, которые они произносят, что Америке нельзя доверять, а Америка как бы это глобальное зло, они с их точки зрения логики не лишены. Америка же вышла из сделки предыдущей. Мы бы в этой ситуации сегодня не были, говорят все, если бы Трамп из сделки не вышел. Но сегодня, даже по самым умеренным, демократическим взглядам подписать эту сделку, смысл фактически не имеет. Это в этом плане. Теперь готовится ли... То есть, поезд уже ушел, там нечего подписывать, правильно? Да-да-да, потому что они так далеко продвинулись, что никакая сделка не даст того, что называется deterrence. О, так что же остается? Остается военный вариант? Да, или подписать сделку и дать им продавать нефть и мечтать, думать, надеяться на то, что бомбу саму они делать не будут, потому что делать бомбу – это риск. Я не помню, я говорил когда-то, у нас с тобой в эфире было, мы проговаривали этот момент, почему это риск для аэроатомную бомбу создать или нет. По-моему, нет, детально не проговаривали. Очень-очень важный момент в том, что когда... Вы же не можете просто так бомбу создать, вы должны сначала испытать коробку с проводами. Испытание коробки с проводами, оно говорит всему миру, что у вас есть начало попытки создания ядерного оружия. Скрыть такое испытание подземное невозможно, потому что сейсмологи немедленно его зарегистрируют, радиации уровень поднимется. Сразу будет ясно, что вы испытали ядерный заряд, как это было в Северной Корее в 2004 году. Соответственно, как только это произойдет, у вас от коробочки с проводами до бомбы год-то должен пройти, не меньше. По технологии это не так-то просто бомбу сделать. То есть у вас целый год, как минимум, вы открыты для удара, а ответить вам на этот удар нечем. Я имею в виду не конвенционального удара, вы открыты. Это раз. Второе, даже если вы создали одну бомбу, ее тоже надо испытать. После того, как вы ее создали и испытали, надо сделать их хотя бы 10, как минимум, зарядов иметь, для того, чтобы иметь возможность ответного удара, ядерного я имею в виду. И этот момент очень большого риска для страны, которая в подобное предприятие идет, вовлекается. Северная Корея сделала это тогда, когда Буш вел две войны одновременно. Ирак и Афганистан. Помните, 2004 год? И это не позволило Бушу делать то, что он должен был делать после первого испытания. Он должен был, в принципе, начинать войну, если он хотел предотвратить появление у Северной Кореи одного оружия. Он на это не пошел, потому что американская доктрина не позволяет иметь больше двух войн одновременно. А мы их имели в тот момент. Поэтому... Северные корейцы просто, так сказать, оказались в нужное время в нужном месте. То есть, нашли самое-самое точное время. Так, хорошо, но ведь не факт, что иранцы глупее, точнее, иранцы точно не глупее. И они могут найти тоже подходящее время для того, чтобы совершить эти испытания. Ну, придется ждать. То есть, опять же, до испытания надо ждать. Пока нет испытания, нет ядерного оружия. И даже нет процесса по его производству. Обогащение урана, де-факто, да, для одной бомбы они закончили. Вот они... ООН МАГАТЭ вчера объявила, сам читал, что все, количество обогащенного до 60% урана достаточно, чтобы обогатить его дальше за 2-3 недели до 90% и создать одну бомбу. Один заряд имеется в виду. Ну, что такое один заряд? Но это не должно нас успокаивать. Потому что рано или поздно, по идее, они же понимают, что наличие ядерного оружия открывает перед ними совсем другие возможности. Но то, что по ним, скорее всего, в этой ситуации будет нанесен удар, они, наверное, тоже понимают. Теперь, что делать? Понимаете, на админы... Байден считает, я так понимаю, что на его каденцию, по крайней мере, эту, не хватит, не произойдет ничего такого, что... А дальше пусть разбирается его преемник, да? Скорее всего. Но Беннет в разговоре, по-моему, с Блинкеном, последний раз Блинкен, когда с Беннетом разговаривал, может быть, не последний, но где-то в месяце 4-5 назад был разговор этот, и Беннет потом сказал, что Блинкен понимает и говорит, что, в принципе, мы не связываем руки Израилю делать то, что Израиль считает нужным делать. Это было такое прям революционное заявление, оно почему-то проскочило, что немногие СМИ об этом говорили. Но было подобный комментарий от Беннета, что нас Америка не сдерживает, мы можем, исходя из душ нашей безопасности, делать то, что мы считаем нужным. Готов ли Израиль это делать? Это очень большой вопрос. И готов ли тот же самый Беннет взять на себя ответственность, когда под ним кресло шатается ежедневно, да, и неизвестно, будет ли он через два месяца премьер-министром? А что ему терять? Скажи мне, пожалуйста, что ему терять? Он не переизбираем, он через максимум год потеряет эту позицию и больше на нее, ну, ни по каким опросам не вернется. Ну, никак. То есть, у него единственный шанс войти в историю и поправить себе микролог? Две вещи он может сделать. Он может либо зачистить авгивы конюшни газы, в моем понимании, но это страшное дело, конечно. Не менее страшное, чем, как я понимаю, удар по Ирану нанести. Опять же, в стране ли Израиль нанести такой удар по Ирану, который реально отбросит Иран совсем-совсем далеко, и готов ли, самый страшный вопрос, готов ли Израиль эвакуировать? Я уже говорил об этом, да? Самое главное, это логистика, как Гуждан эвакуировать, потому что ответ же будет по Гуждану, вот это же понятно. И я уже не говорю, что ответ будет по Эмиратам, по нефти, что мир, то, что сейчас происходит с подъемом цены, это детский сад, нефть сразу станет под 300, скорее всего. То есть, вот то, что происходило в 73-м году, станет реальностью опять. И я не уверен, что мир к этому готов. Но мир пусть нас не беспокоит, да? Безопасность, прежде всего, это важно, это важно. Понятно, готов ли Израиль эвакуировать из Гужда на 1,5-2 миллиона человек, и куда, это я не знаю. И как быстро это может быть сделано? Этого я не знаю, это должен быть самый главный сдерживающий фактор. На мой взгляд, сегодня в любом таком расчете. Да, ситуация, конечно, очень интересная. И действительно, сейчас, поскольку часть внимания отвлечена на войну в Украине, хотя, кстати, есть уже многие комментаторы замечают, что вот эта острота вот этой подачи материала о войне в Украине, она потихонечку сходит с первых полос, так сказать, изданий. То есть немножечко, как это не ужасно звучит, да? То есть мир начинает к этому привыкать. Это нормально, и с этим, к сожалению, ничего не поделаешь. Так что переключение внимания на Иран, оно, конечно, сейчас маловероятно. Кирилл, спасибо, спасибо большое, спасибо, что нашли время побеседовать с вами, с нами. Я напоминаю, что мы говорили с Кириллом Задовым, политологом, корреспондентом, журналистом РУСА-радио города Нью-Йорка. Подписывайтесь на канал Кирилла Задова. А наша программа подошла к концу. Вел ее Александр Гурарье. Всего доброго, до свидания.